В гряде или гребне температура в два раза выше, чем на поверхности почвы, если это просто ровная поверхность. Также облегчается сток лишней влаги. Холодная погода – не приговор. Павел Жирнов, инспектор Россельхознадзора, знает. Для того, чтобы сохранить тепло, грядку нужно сделать повыше. Это спасет и от лишней влаги. Сейчас ее на огородах в избытке. Обычно в начале июня рекомендуется замульчировать овощные культуры. Лук, чеснок, морковь, петрушку и прочее. Для того, чтобы предотвратить потери влаги. То есть посыпать поверхность опилками, рваной травой, какими-то прошлогодними растительными остатками. Но так как сыр и холодно, сейчас этого делать не нужно. Оставим это на потом, когда становится жаркая, сухая погода. А пока на улице прохладно и дождливо, сокрушаться не стоит, говорит профессионал. Во всем нужно искать плюсы. Тем более, что их сейчас гораздо больше, чем минусов. Вот, например, лук. Обычно в это время он еще довольно-таки некрупный. Сейчас же, благодаря дождю, он выглядит просто замечательно. Радуются дождю салат, петрушка, укроп и другие холодостойкие культуры. А вот вредители, наоборот, прячутся. Значит, имеем еще один плюс. Обрабатывать огород химикатами не нужно. Вот одна коровка. Всего на редке. То есть, экономический порог вредоносности не превышен. Ни в какой необходимости в химических обработках нет. По прогнозам синоптиков, в июне дождливых дней будет много. А значит, садоводы-огородники автоматически решают еще одну проблему. Целый месяц не придется поливать. Ксения Богданова, Михаил Величкин, программа «Город».